Продолжение следует... 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 Хочу напомнить, что фактически с первой половины XX века, с начала XX века развивалась экология в русле социальных знаний, социальной экологии, и ее развитие в этом плане было связано в значительной степени с Чикагским университетом и Чикагской школой социологии. И одним из ключевых авторов этого отношения становится Роберт Парк, который фактически вводит в начало социальной экологии. И если говорить о нашей отечественной традиции, то безусловно развитие этого направления связывается с именем Николая Федоровича Реймерса, который в конце 80-х, в начале 90-х годов более последовательно развивал социально-экологические представления применительно именно к России. В рамках российской научной традиции, в рамках российской научной традиции, для настоящее время экология, как метанауки, характерен очень высокий уровень междисциплинарности, поскольку в этом системном корпусе сочетается как рассмотрение проблематики естественных наук, так и социо-гуманитарное знание. И говоря о современной терминологии, таким образом экология выступает в качестве конвергентного знания, поскольку проблематика ее находится на стыке наук. Это такой предельный уровень развития метапредметности и конвергентности в этой науке. Если говорить о постановке задач современной экологии, то, как правило, они рассматриваются в двух векторах. Первый из них — это специальные задачи, которые ориентированы на развитие конкретно научных представлений. И второй вектор — это область глобальных общечеловеческих проблем, когда современные экологические решения ориентированы на применение в широкой социальной практике, либо в каких-то более частных ее областях, скажем, инженерно-технологические решения, решения в области природопользования, природохозяйственных систем и так далее. Так или иначе, современная экология связывается с выведением и оценкой масштабов грядущих природных изменений, связана с моделированием и прогнозированием последствий этих решений и направлена на профилактику и разработку путей предотвращения компенсации возникающих кризисных отношений между обществом и природой. Образование — это индустрия, направленная в будущее. Об этом говорил Сергей Петрович Капицын. Действительно, мир стал очень динамичным. Современное общество существует в условиях сложных социальных, экономических и экологических проблем. Мы все прекрасно знаем и осознаем, что антропогенная нагрузка на биосферу стремительно возрастает. Новая задача школы — научить детей жить в быстро меняющемся мире, понимать новые реалии, быстро ориентироваться и принимать самостоятельные решения. Действительно, образование сегодня выступает как предпосылка познания мира, не только предпосылка, но и еще как фактор выживания. Теоретические знания, которые получают школьники при изучении отдельных предметов, должны сочетаться с навыками успешного решения учащимися, прежде всего, повседневных, бытовых, производственных и социальных задач. Естественно, сегодня мы живем в тот период, когда речь идет о принципиально новой педагогической системе, которую необходимо создавать и, соответственно, конструировать. Предмет экология и вообще экология, даже не как еще, начнем с предмета, а несколько слов, скажем, о роли этой науки. Это одна из важных наук современности. Экологические знания – это фундамент для сохранения природной среды, здоровья людей, основа принятия сложных политических, экономических и этических решений. Сегодня каждый человек, который заботится о собственном будущем, должен обладать хотя бы элементарными, ключевыми экологическими понятиями и знаниями. Надо сказать, что экология рассматривается не только как самостоятельная дисциплина, но и как, прежде всего, мировоззрение, которое пронизывает все науки, технологические процессы и сферы деятельности людей. Предлагаемая и рассматриваемая разработка УМК курса «Экология» создавалась в 2016-2019 годы в рамках научной школы академика Геннадия Алексеевича Ягодина. Еще в дополнение к вышесказанному хотелось бы обратить внимание, что на самом деле УМК, который сейчас представляется вам, имеет такую более длительную историю, поскольку разработка научно-экологических основ в целом экологического образования и биоисточного развития в рамках нашей научной школы началась буквально с 2005-2006 года, когда в Москве функционировали экспериментальные площадки и в рамках них отрабатывалась применительная к московскому региону тематика экологии устойчивого развития. Поэтому мы считаем и датируем изникновение всего этого комплекса ориентировочно с 2006 года. Уважаемые коллеги, мы считаем важным напомнить вам те нормативные основания и те ценностные установки экологического образования, которые в настоящее время составляют основу для разработки практически любых учебно-экологических материалов по экологическому образованию. И в данном случае необходимо напомнить, помимо самых основополагающих, системообразующих документов, таких как Федеральный закон об образовании в Российской Федерации, Федеральные стандарты, о которых мы более подробно расскажем. Обратите ваше внимание на то, что в случае с экологией важнейшим регулятивом также является Федеральный закон об охране окружающей среды. 71-я статья этого закона под названием «Всеобщность и комплексность экологического образования» говорит как раз, собственно, и вводит эти положения и вводит направление обязательности всеохватывающего, всеобъемлющего характера экологического образования, который является непрерывным, метапредметным, ну и дополняя, конечно, мировоззренческим элементом, общеобразовательным компонентом, общеобразовательной школы. И, кроме того, еще, конечно, необходимо напомнить вам о таких документах, как национальный проект «Экология», который сейчас очень активно обсуждается. Он утвержден Президентом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию национальным проектам в конце декабря 2018 года. Вот, в частности, он включает в себя 11 проектов, крайне важных сейчас для рассмотрения и в педагогическом, и в ученическом сообществе. Число 11 проектов входит в такие, как «Чистая страна», «Чистый воздух», «Чистая вода». Отдельно вопросы, связанные с экологическим состоянием Горбовского бассейна, это «Оздоровление глобов», «Сохранение озера Байкал», «Развитие экотуризма» и ряд других. И вот, собственно, такой острый, актуальный, дискуссионный характер этих проектов сейчас, безусловно, требует особого внимания. И, конечно, необходимо напомнить о таком документе, как «Основа государственной политики в области экологического развития» на период до 2020 года, где одной из основных задач стала, последовательно утверждается, задача формирования экологической культуры и развития экологического образования и испытания. Все это для нас свидетельствует по актуальности определения содержания работы в рамках создаваемой директорической системы всех указанных направлений. Несколько слов еще необходимо сказать о тех документах, которые мы считаем основой экологического, нормативной основой экологического образования для устойчивого развития именно этого направления. Конечно, это требование федеральных стандартов общего образования. Мы во второй части нашего сбинара, в части экологии, более подробно сформулируем те установки, те подходы, результаты, которые предполагают в ГОС в отношении данного учебного предмета. Также это опубликованное относительно недавно одобренное решение Федерального учебно-методического объединения примерная основная образовательная программа «Экология» 2016 года, в связи с которой наш учебно-методический комплекс сейчас проходит дополнительную проработку и, собственно, привезены в соответствии основные разделы учебника к данной программе, о чем тоже мы более подробно скажем. И, собственно, нормативные документы международного уровня, которые вводят проблематику и принципы устойчивого развития, устойчивый оборот в образовательных системах тех государств, которые участвуют в данных соглашениях. Что касается требований общего образования Федеральных государств и образовательных стандартов, в части «Экология» вводится представление об экологической культуре, как условиях достижения устойчивого развития, об экологических связях в системе человек-общества-природа. И очень важным моментом является возможность, предусмотренная стандартом включения в учебные планы дополнительного предмета, а конкретно в стандарте указан такой предмет, как «Экология моего края», который предусматривает расширение возможностей преподавания нашего учебно-методического комплекса и его адаптации к региональному метеору в рамках такого курса. Вот на это мы также просим обратить внимание, поскольку понимаем и надеемся также от вас получить обратную связь по вопросу о преподавании предмета экологии в той или иной форме, в том или ином объеме в ваших образовательных организациях, в ваших регионах. Что касается принципов устойчивого развития и документов, которые в последние годы в рамках международных соглашений принимались, мы об этом сейчас более подробно расскажем. Но я думаю, что указанные на слайде принципы знакомой аудитории, ключевым, конечно, является учет во всех отношениях трех аспектов при изучении, при охране, при разработке национальной стратегии охраны окружающей среды экологически-социально-экономически и в рамках этого учета обеспечения социального партнерства и предосторожности в случае определенных действий при проектировании систем природопользования национальном масштабе, региональном масштабе. И здесь хотелось бы обратить внимание на документ 2005 года, который был принят Европейской экономической комиссией, а именно Комитетом по экологической политике этой комиссии в Венесе 17-18 марта 2005 года, когда состоялось совещание представителей Министерств образования и Министерств в области охраны окружающей среды стран, которые являются членами этой комиссии, это 56 государств, конечно, Россия среди них представлена. И вот, собственно, требования, которые комиссия приняла, они касались вопросов развития именно образования для устойчивого развития, интересов к устойчивому развитию, конструирования новых технологических систем, новых образовательных систем с учетом принципов, которые требуют мирные, которые на этом слайде представлены. А если вам не допомните? Да нет, мы перейдем, наверное, к следующему слайду. Для сохранения целостности биосферы и ее способности к самовосстановлению, возможности благополучно жить нынешнему современному поколению, как уже было отмечено, была предложена мировому сообществу концепция устойчивого развития. С 1 января 2016 года официально вступили в силу 17 целей в области устойчивого развития, которые известно сокращенно как ЦУР, предложенные в повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Эта повестка дня была принята мировыми лидерами в сентябре 2015 года на историческом саммите Организации объединенных наций. 193 государства, включая Россию, приняли новую программу в области устойчивого развития. Эта программа, она вот так и называлась «Преобразование нашего мира». Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Данная повестка включает 17 целей и 169 задач. Часть задач перед вами на слайде. В течение предстоящих 15 лет, ну уже не 15, уже 11, страны активизируют усилия, направленные на искоренение нищеты во всех ее формах, борьбу с неравенством и решением проблем, связанных с изменением климата. Уникальность целей состоит в том, что они призывают все страны, бедные и богатые, со средним уровнем дохода, содействовать процветанию при одновременном обеспечении защиты планеты. Как это возможно? Оказывается, возможно. И во второй части мы с вами, когда будем разбирать кратко пример читательской конференции «Будущее, которое мы хотим», мы немножко остановимся на таком приеме, который называется в зеленой экономике как «Декаплинг». Надо сказать, что в этих целях и задачах признается, что ликвидация нищеты должна быть неразрывно связана с реализацией, содействием стратегии экономического роста, направлена на удовлетворение ряда социальных потребностей, в том числе в области образования, здравоохранения, социальной защиты и возможности переустройства, трудоустройства при одновременном решении проблем, которые связаны с изменением климата и охраной окружающей среды. Более подробно и детально с целями в области устойчивого развития вот они, 17 целей в области устойчивого развития занимают три взаимосвязанных элемента. Так, например, экономический рост мы видим, это такие цели, как 8 и 9. Социальная интеграция это такие цели, как 1, 2, 3, 4, 16, бесспорно 17. Ну и, конечно, охрана окружающей среды это цели 6, 14, 13, 15. И вот, рассмотрев современное состояние, современную постановку проблемы, хотел бы отметить, что все вот это, развитие всей этой проблематики также, конечно, находит свое отражение и в развитии содержания экологического образования. И еще раз хотелось обратить внимание на переход этих обновенствующих постановок содержательного плана, содержательного кинематологического образования, если мы рассмотрим современную ситуацию. Итак, это переход от вопросов экологии природных систем к приоритету онкологии человека и социальной экологии. От охраны окружающей среды и вопросов природопользования переход к моделированию устойчивого гармоничного развития общества и природы. От, естественно, научных оснований в чистом виде переход к гуманитаризации предмета, экологии и к гуманизации ее прикладного применения. От постановки вопроса «что это?», то есть, когда в основе исследования изучения лежит именно объект, переход к вопросам проблемной конструкции и почему-никак. И вот изучение опыта решения экологических проблем в прошлом и настоящем переход происходит к использованию опыта решения этих проблем для того, чтобы в перспективе, в будущем их можно было использовать для обеспрощения экологических рисков. К настоящему времени можно говорить о том, что экологическое образование переходит в отдельных своих элементах, в отдельных подсистемах, перешло к экологическому образованию для устойчивого развития. И здесь хотелось бы обратить внимание на те определения, которые даются нашими коллегами, в частности, определение профессора Маркенина Николая Николаевича, который говорит о том, что образование интересов устойчивого развития это совокупность фундаментальных научных установок, представлений и терминов, которые охватывают взаимосвязь, связанные между собой социально-экономические и экологические проблемы. Елена Николаевна Дзевковская, профессор Российской академии образования, описывает данное направление как определенный этап в экологическом образовании, который основывается на ценностях устойчивого развития и связывается с установками постиндустриальной модели общества, которые, соответственно, нашли свое отражение в концепции федеральных государственных образовательных стандартов. Так или иначе, образование в интересах устойчивого развития, экологическое образование и устойчивого развития рассматриваются как именно определенный этап модернизации классического экологического образования. И концепция данного направления в общеобразовательной школе была упреждена президиумом в Российской академии образования в 2010 году. На слайде приводится цель, которая постулируется в этой концепции. Помимо эволюции и содержания, нам очень важно также для вас, коллеги, отметить, каким образом менялись ценностные ориентиры экологического образования. Здесь они обозначены как аксиологические и ценностные основания. Не вдаваясь в их источники, они носят, как правило, психологи-педагогический характер, и, с другой стороны, они, конечно, серьезно определяются социокультурным контекстом, в которых они возникают. Нужно отметить, что в целом происходит на современном этапе подход постепенный от таких установок, как охрана природы, как эмпатия, любовь к природе, рациональная природа, пользование благополучия окружающей среды, к вопросам устойчивого развития, выживания человечества, учета баланса всех аспектов, указанных ранее всех интересов в этом развитии, к вопросам охраны биологического разнообразия, экологической безопасности, к вопросам приоритета качества среды и качества жизни. То есть мы с вами видим, что риторика и понятильный ряд стены меняются, при этом, безусловно, все вопросы, которые связаны с классическими вопросами охраны природы, рациональной природы, пользованиями эмпатии, уже упомянутой, они носят влажный характер, и, так или иначе, всегда на определенном взрослом уровне школьников имеют большое значение для понимания уже более серьезных вопросов в социально-экологическом и гуманитарном плане. Несколько слов еще в виде такой схемы. Это, ну, как бы, вот мы резюмируем, да, вот эту часть, и хотим отметить, что современное экологическое образование действительно это глубоко философское явление, которое основывается на указанном здесь установке, имеет свою четко определенную методологию, непрагматическую аксиологию, то есть ценностный ряд, и имеет совершенно конкретное, линейное применение, прикладной выход в современной образовательной системе. Вот на эти установки, ну, в этом участке, по ценам обратить ваше внимание. Итак, экологическое образование развивается сейчас как метапредметное направление индернизации общего образования. И вот здесь, Марина Вячеславовна, не касалась правительства. Ну, действительно, как метапредметное, интегральное, конвергентное направление, как угодно. Потому что уникальность экологического образования для устойчивого развития состоит в том, что в нем представлены не только основные экологические законы, понятия в предмете, но и развиваются определенными идеями устойчивого развития, рассматриваются социальные, экономические, экологические проблемы. И очень важно, что здесь акцент сменяется на формировании и получении метапредметных, образовательных результатов, которые, прежде всего, выражаются в позиции личностной, в проявлении мотивации в проектно-исследовательской и социально значимой деятельности, которые направлены на улучшение состояния окружающей среды и повышение качества жизни, прежде всего, своей местности, своего региона. И здесь важно привлечь все те знания из предметов, скажем так, навыки, полученные в проектной деятельности в предыдущие школьные годы. Есть, пусть небольшой, но все-таки жизненный опыт, который накапливается у ребенка. Конечно, мы выходим на очень важные компетенции управления качеством жизни, понимания и осознания экологических возможностей и ограничения экономического развития, понимая к тому, что к ним необходимо адаптироваться. А каким образом к ним произойдет адаптация? Этому, конечно, нужно учиться и этому нужно учить. И в данном случае вот эти основные ключевые моменты, они реализуются в представленных педагогических подходах нашего УМК экологии для 10-11 классов. Надо сказать, что экология в 10-11 классе предполагается в обвоз как преподавание на базовом уровне, а находится этот предмет наряду с такими предметами, как физическая культура, основа безопасности жизнедеятельности, предметной области, физическая культура, экология, основа безопасности и жизнедеятельности. Итак, экология – это предмет, базовый уровень по выбору учащихся. Как я уже отметила, экология – это интегрированный учебный предмет. И когда мы будем говорить о содержании, вы поймете, что на актуализации, мотивации мы привлекаем все те знания учащихся, которые были накоплены в разных предметах. опыт практической природоохранной деятельности. Итак, уважаемые коллеги, мы сегодня с вами говорим о учебном методическом комплексе «Экология». И дальнейшая часть нашего вебинара будет посвящена как раз знакомству с его основными составляющими. Хочу обратить ваше внимание, что указанный учебник в входящих составах УНК рекомендован к использованию в школах при реализации соответственно меньшей государственной аккредитации образовательных программ среднего общего образования в нашем случае. Это приказ Минпросвещения России номер 345 28 декабря 2018 года. И вот в частности в этом приказе в приложении в разделе «Экология» в указанном пункте на слайде имеется ссылка на учебник, на данный учебник. Что важно для понимания сути применяемых подходов, которые мы описывали в данном учебном методическом комплексе? Принципиальным является учет ключевых современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий. Помимо собственно учебного содержания, помимо дидактического содержания, дидактических принципов, о которых мы вам расскажем, крайне важна в нашем понимании адекватная само и взаимооценка результатов образовательной и социально значимой деятельности учащихся в области содействия улучшения состояния окружающей среды. То есть помимо учебного содержания очень важны применяемые технологии и системы диагностики образовательных результатов, которая авторами была разработана применительных данных курсов. Еще раз как понимается экология, это тоже очень важно. Мы говорили с вами, что происходит переход от определенных ценностных оснований содержательных кремов одних к другим. В то же время учебник и учебно-технический комплекс в каком-то смысле является уникальным, поскольку он в предметном поле сочетает все современные разделы экологического знания, которые были аккумулированы этой наукой за весь период ее развития. Удается сочетать основные законы положения нормы принципы классической фундаментальной биоэкологии, представлены основные понятия социальной экологии, концепции устойчивого развития, и в то же время очень большой акцент сделан на практико-ориентированный характер прикладных экологических знаний. Представлены вопросы экологии достаточно полноценны, о чем мы тоже более подробнее еще скажем. За счет такого комплекса, за счет такого сочетания всех современных разделов экологии собственно с нашей точки зрения и реализуются задачи современного экологического образования. Общей целью курса является создание условий для формирования экологического мышления и культуры на основе представления взаимосвязи элементов системе человека общества природа и те основы, те знания, которые необходимы для реализации подходов к здоровому, безопасному, экологическому, целесообразному образу жизни современного человека. Ну, собственно говоря, эта цель напрямую коррелирует с теми установками в процессе, о которых я только что говорила. Можно говорить также о определенных поставленных задачах данного ОМК, Марина Вячеславовна о них уже говорила, для нас безусловным приоритетом, прерогативным положением обладают метапредметные результаты. Они связаны как с развитием универсальных учебных действий, ключевых образовательных компетентностей, так и с способностью учащихся самостоятельно учиться, общаться, принимать решения, осуществлять выбор, в первую очередь, конечно, применительно к ситуациям, связанным с экологическими решениями, решениями в области экологии, в области конкретных практических действий, моделирования последствий и так далее. Предметные результаты безусловно важны среди них хотелось бы отметить одиначность конкретных исследовательских компетенций, которые вырабатываются в процессе и в результате мониторинга окружающей среды, с возможностью применения полученных навыков в повседневной жизни, очень важны вопросы экологии в БТУ, экологических вопросов в БТУ, очень важны ситуации, которые являются контекстными, когда необходимо принимать решения и посмысливать в различных социальных ролях, в различных институционных ситуациях, и личностные результаты, которые также на слайде представлены. Курс экология включает, рассчитан на 34 часа, и программа этого курса построена на 4-х указанных на слайде основания. Помимо реализации требований стандартов экологической подготовки и получения результата в соответствии с стандартом, это удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в области экологического образования, это безусловно создание определенного мониторационного потенциала для того, чтобы получаемые знания и навыки могли быть дальше развиты в системе дополнительного образовательного и прочной деятельности. Это развитие умений самостоятельной образовательной деятельности в сотрудничестве с педагогами и сверстниками и формирование определенных ценностных установок на здоровый, безопасный и экологически ценносообразный образ жизни. Главное, чем устремились авторы, это закрепить и развить интерес школьников к учебе, помочь овладеть умениями самостоятельно учиться. И в ОНК представлены разнообразные приемы работы с информацией. Выполняя задания коллективно, в группе, в паре, старшеклассники бесспорно овладеют навыками общения, сотрудничества, взаимодействия. Человечество находится на пороге глубочайшей перестройки всех основ современной цивилизации. Она коснется всех стран и будет сопровождаться сменные ценностных шкал, привычных условий жизни и общественного устройства. Об этом говорил Никита Николаевич о Моисее. И предмет экологии рассматривается как некий интегратор всей экологической работы в новой педагогической системе, который выстраивает работу в области экологического образования для устойчивого развития, как в рамках урочной, внеурочной деятельности, в сфере дополнительного образования и, конечно, делает особый акцент на социальное партнерство. То есть, что же получается? В конечном итоге предмет экологии, экологическое образование для устойчивого развития способствует формированию тех важных для выпускника школы, для жителя 21 века надпрофессиональных важных знаний и умений. Это прежде всего системное экологическое мышление, это бережливое отношение, это умение работать в команде и так далее, и так далее. И действительно, экология как курс, как предмет, выступая таким интегратором, создает, формирует вокруг себя целостную эколого-образовательную, эколого-ориентированную среду. И возвращаясь к НК, хотелось бы отметить, что на данный момент он включает в себя три составляющие, три компонента, это учебник, методические ревендации и электронная форма учебника. И в первую очередь мы сейчас познакомим вас с содержанием учебника, с возможностями его использования на примерах конкретных параграфов. Содержание курса включает в себя, как я говорил, вопросы фундаментальной классической экологии, социальную экологию, отдельным разделом экологические и социально-экономические факторы устойчивого развития, обсуждаются проблемы качества окружающей среды, система жизнеобеспечения человека, и отдельные, даже два отдельных раздела у нас связаны непосредственно с практическим применением экологических знаний, и в том числе конкретно учебно-исследовательской мониторингово-экологической деятельности учащихся. Итак, учебник включает в себя четыре раздела, они указаны на слайде, и сейчас более подробно посмотрим, какие парадраг включаются в новую редакцию учебника. Первый из них связан с общими космологическими и фундаментальными экологическими понятиями и представлениями, рассматриваются вопросы возникновения жизни на Земле, появления человека, то есть вопросы антрофигенеза также включены. Уровни организации жизни на Земле тогда будет представление о системности живого и, соответственно, уровни организации живых систем. Далее более подробно рассматриваются эти уровни организации и связи роль факторов, связи элементов внутри данных систем, отдельно среды жизни и их особенности. И в данном разделе уже вводится представление о социальных системах, рассматриваются, собственно говоря, на первоначальном уровне история взаимодействия, история формирования социоэкосистем, и заключение биосфера, биосфера рассматривается как глобальная экосистема. Второй раздел социальная экология и современный мир связан уже с проблематикой социально-экологической и вопросами концепции устойчивого развития. Рассматривается понятие экологических экологических кризисов и экологической катастрофы. Рассматриваются основные формы антропогенного влияния на биосферу. Вопросы учета трех индикаторов устойчивого развития современной цивилизации рассматривается история формирования проблематикой устойчивого развития, в том числе в рамках международных соглашений и других документов. и подробно рассматриваются виды воздействия человека на окружающую среду, виды источников загрязнения и собственно вопросы экологического мониторинга. Третий раздел в значительной степени связан с рассмотрением региональных и глобальных экологических проблем на материале России и российских регионов. В частности обсуждаются экологические проблемы различных средств, воздушной среды, плочной и водной среды. Очень подробно рассматриваются вопросы состояния и охраны сохранения биологического разнообразия, те направления экологической политики, которые сейчас связаны с этим вопросом и собственно вопросы с развитием системы особо охраняемых природных территорий России. Также достаточно подробно рассматриваются вопросы отличия городской среды и естественных экосистем и демографические проблемы в контексте устойчивого развития. четвертый раздел посвящен качеству окружающей среды и системам жизнеобеспечения человека. Именно здесь подробно вводится представление о экологической безопасности, качестве жизни, качестве среды. на конкретных примерах рассматриваются основные направления развития ресурсов сбережения, вводится определенная экологоправовая информация, вопросы связанные с развитием альтернативной энергетики, ее отличиями преимуществами перепродизионной энергетикой, рассматриваются вопросы транспортной системы, транспорта как источника экологических проблем и водоснабжения населенных пунктов и возможности водосбережения. В этом же разделе по социально-экологическому проектированию, где вводится основы проектной деятельности в области экологии и более подробно этот тренинг в различных вариантах предлагается по электронной форме учебника. Хотелось обратить внимание на то, на те основные направления обновления и содержания, которые производились в последнее время и сейчас реализовываются второй редакции учебников в связи с основными установками примерной образовательной программы, примерной основной образовательной программы учебного предмета экологии, которая была в 2016 году одобрена Федеральным учебно-методическим объединением Министерства образования и науки Российской Федерации. Вот здесь указаны на слайде цитаты, на что в первую очередь она ориентирована и что необходимо было учесть при пересмотре содержания учебника. Это обеспечение общеобразовательной подготовки выпускников, общеобразовательной подготовки и при этом развитие экологического сознания ответственности, формирование целостного восприятия сущностей процессов и результатов деятельности человека в биосфере. Это еще раз подчеркивает необходимость включения в учебник раздела по фундаментальной экологии, без которого понимание сущностей природных процессов было бы крайне затруднительным для учащихся. И также приоритет практических компетенций. Это тоже очень важная установка, то есть конечно это не просто знакомство с основными принципами современной экологии, но и возможностью использовать учебное оборудование при экологических исследованиях, кладить измерения, прогнозировать, оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека. И практически во всех пунктах, во всех положениях основной программы звучит потребность и важность моделирования экологических последствий хозяйственной деятельности. То есть вот с учетом этих установок во второй редакции учебника вводятся, подробно обсуждаются новые понятия, среди них социоэкосистемы, экологическая культура, продовольственная безопасность, малоходные и безоходные технологии. В большей степени значительно так расширен практикоориентированный контекст применения получаемых на уроках компетенций. Помимо того, что существовали и применяются учебники рубрики о возможности применения полученных знаний, они расширены принципами социально-экологического проектирования и обсуждения типичных социальных ролей применения экологических знаний. Кроме того, дополнен содержательный блок прикладной экологии. Достаточно новыми для учебников для общеобразовательной школы являются новые вводимые понятия и сферы применения экологического менеджмента, экологического контроля и экологического аудита, правовых, экономических аспектов природопользования и также вводится представление о экологической сертификации маркировки товаров. Хочу обратить внимание, что они безусловно важны для повседневной деятельности, для повседневной жизни учащегося и они безусловно практически очень важны применения. Кроме того, в рамках обновления содержания раскрыты представления о гражданских правах и обязанностях и в области ресурсов и энергии и в области природопользования в целом, предприятий, в том числе физических лиц, вводится новое положение от ответственности за экологические правонарушения со ссылками на нормативную документу. Эта информация безусловно также имеет очень важный подводной характер для ученика. В ОМК экология предложены разнообразные формы работы с новой информацией, овладев которыми, затем можно проявлять активность познания окружающего мира, приобретать знания из различных источников, анализировать, обобщать информацию, формулировать, аргументировать выводы, критические мысли и применять полученные знания на практике. То есть речь идет о формировании ключевых образовательных компетентностей или универсальных учебных действий или метапредметных умений. Давайте посмотрим и познакомимся с лабриками параграфов. Прежде чем перейти к изучению нового параграфа, следует выполнить задание в рубрике «Это вы знаете». Зачем изучить материал новый, при этом ориентируясь на рубрику инструментаж, который представлен в рубрике «Как работать с параграфом». Обратите внимание на дополнительную информацию в рубриках. Это вас может заинтересовать великие имена, зачем нужны экологические знания. изучив новый материал, приступить к пополнению заданий рубрик «Оподумайте и ответьте». Проверьте свои знания, примените свои знания на практике. Очень важным является введение такой рубрики, как «Оцените свою работу». Работу на уроке, которая осуществлялась в разных формах. Самозаимооценка. Давайте посмотрим на конкретный параграф. Так вы видите отдельные примеры рубрик на приведенном слайде. Работа с конкретным содержанием на примере параграфа «Антропогенное влияние на биосферу». Предлагается изучение информации новой, но прием такой, как дискуссия в форме диалога. А как организовать дискуссию в форме диалога? Для этого в конце параграфа приведены определенные правила ведения дискуссии. И здесь очень важно, как убедить аудиторию, склониться к определенной точке зрения, ясно сформулировать, почему предпочитается именно определенная, а не другая позиция. Ну и отдельные правила в конце параграфа, которые представлены, они очень важны. Будьте открытыми, готовыми к обсуждению, высказывайте свое мнение свободно и дайте возможность высказаться другим. Внимательно слушайте других, уважайте чужое мнение, не говорите вы неправы, а только я с вами не согласен. Не спорьте об очевидном, но это как один из небольших примеров. действительно учащимся предлагаются разнообразные тексты. Они содержат экологическую, экономическую, социальную информацию, поэтому эти тексты уникальные, информационные, справочные, дискуссионные, формы работы абсолютно разные, индивидуальные, коллективные, групповые. И самое важное, что мы старались, наш учебник и наш УМК написать в технологии, которую мы назвали трехстадийной технологией экологического образования для устойчивого развития. Первая стадия, она соответствует рубрике учебника «Это вы знаете». Именно здесь происходит выявление первоначальной осведомленности по теме, так называемая актуализация знаний. При этом делается акцент на первоначальные экологические знания. Внимание, эти знания уже ребенок имеет благодаря обучению в основной школе, где экологические знания как крупинки разбросаны по разным предметам. И вот здесь некая происходит систематизация естественно научных знаний, гуманитарных даже знаний полученных в технических дисциплинах. и вот здесь важный элемент мотивации. На второй стадии эта рубрика как раз как работать с новой информацией. Это стадия освоения новой информации. Она предполагает соотнесение имеющихся знаний, которые мы вспомнили, актуализировали с новым надпредметным содержанием. То есть той новой информации, которая дается в параграфе для того, чтобы осмыслить, представить в индивидуальном для каждого ученика и соответственно переработанном вот таком виде. И наконец третья стадия, она очень важна для жизни каждого, начиная от дошкольника, школьника и взрослого человека. Это стадия рефлексии, творческое переосмысление новых знаний. Где я данные знания могу применить, где я их могу использовать, а для этого я вырабатываю, это очень важный навык, адекватную само и взаимооценку. И вот на каждой стадии из трех стадий технологии мы приводим соответственно определенные педагогические приемы. Эти педагогические приемы детально рассматриваются в методических рекомендациях к каждому уроку. Вы видите на первой стадии какие предлагаются приемы. Первая стадия, еще раз напомню, это актуализация информации. Очень хорошо проходит такая стадия, как, например, остановимся мозговой штурм. Она применяется легентированной идеей, позволяет за короткий промежуток времени использовать интеллектуальный потенциал каждого, решить поставленную задачу. Для коллективного поиска решения проблемы, генерируя небольшого количества идей, вовлечения в работу как можно большого количества ребят. А вот роль учителя здесь в том, чтобы погрузить учащихся в проблему, объединить их в процессе коллективной деятельности. На второй стадии тоже применяются самые разнообразные приемы. Мне бы хотелось остановиться на приеме, который очень актуален сегодня в школьном образовании. Это такой прием, как карты познания, ментальные карты, наглядно-графический способ обобщения знаний, который тоже помогает развивать способность анализировать явления, понятия, находить между ними взаимосвязь, увидеть картину в целом. Ведь речь идет о том, чтобы мы обобщили эти полученные в ранней, в основной школе знания и представили общую картину об окружающем мире. При этом уникальность этого приема карты познания заключается в том, что здесь нужно использовать меньше слов, больше символов, цвета, рисунка. Подойдет для ребят, которые имеют разные склонности, способности, интересы. А вот на третьей стадии очень часто используются приемы, которые помогают за небольшой период времени обобщить информацию. Так, активно используют учителя такой прием, как синквейн от французского слова пять. То есть, когда на стадии рефлексия закрепляются полученные знания, нужно описать какое-либо понятие явление. Вот надо сказать, что синквейн способствует развитию творческих способностей. Ребят, дело все в том, что здесь пятистрочное такое получается творческое стихотворение. Так, например, на первой строке пишется существительное, на второй два прилагательных, которые характеризуют тему, на третьей три глагола, связанные с темой обсуждения, четвертое, отношение автора к изучаемой проблеме обсуждения. Может быть, какая-то крылатая фраза, строчка из стихотворения песни. Например, синоним, расширение темы синквейна. Так, можно в качестве примера привести синквейн, быстренько разобрать на тему человек. Итак, человек, два прилагательных, могут быть совершенно разнообразные, но я вот предлагаю, допустим, любознательный, красивый. Третья позиция, три глагола, разрушать, думать, действовать. Например, четвертое, человек, результат длительной эволюции. И как некий такой синоним, человек это творец. Действительно, разные в ОНК представлены приемы работы с новой информацией, которые позволяют прежде всего формулировать, аргументировать, обобщать, все это и идет и направлено на формирование критического мышления, которое очень важно для выпускника школы. Применительно каждого материала в помощь учителю и ребенку приводятся графические организаторы, разнообразные таблицы, схемы, карты познания, которые помогают переработать учебный материал и его представить в упрощенном виде. В ФУ и в методических рекомендациях есть очень интересный аспект УНК. Это психологические игры и упражнения, которые помогают выработать навыки командной работы, находить соответственно варианты совместных определенных решений, а в то же время помогают примерить на себя разные профессии с экологической направленностью. Если посмотреть атлас профессии будущего, то там можно увидеть, что практически из 25 представленных отраслей в каждом направлении, в каждой отрасли присутствует элемент профессии экологической направленности. И у нас есть такая игра «Строем Экоград», когда школьники, распределяясь и определяя определенные профессии, пытаются выстроить город на подходах самых разнообразных. Это и градостроительство, это и решение транспорта, энергетических проблем, это элементы создания важной инфраструктуры так важного, значимого, умного города. Очень важный аспект это исследования мониторинговые. Что такое мониторинг, какие можно провести исследования по прежде всего изучению состояния окружающей среды своей местности, это разнообразные методики, которые направлены на содействие уменьшения прежде всего местной экологической обстановки. Наша задача формировать и развивать экологическую компетентность, которая рассматривается как одна из представленных ключевых образовательных компетентностей или универсальных учебных действий, одна как ключевая и в то же время входящая в состав каждой из рассмотренных ключевых образовательных компетентностей. Посмотрите, ценностно-смысловые ориентиры, ключевые образовательные компетенции, понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, общекультурные это ценностное бережное отношение прежде всего к природе, к культурно-историческому и природному наследию. Учебно-познавательные о них мы уже с вами говорили, информационные очень важно сегодня в море переизбытки информации, как работать здесь на помощь приходят формы, методы, графические организаторы, социальная гражданство, ответственность, гражданская ответственность, активность, это экологический мониторинг, содействие и решение экологических проблем, формирование ответственности прежде всего за результат своей деятельности. А для чего это все нужно? А нужно для формирования и развития личностных качеств, заботы о своем образе жизни, ну и прежде всего конечно формирование основ экологической грамотности и культуры. Контроль. Контроль с одной стороны традиционный, это собеседование, опросы, тесты, контрольные работы, но мне хотелось остановиться прежде всего на не совсем традиционных формах контроля. Это читательские конференции, защита экологических проектов. И вот здесь очень важный такой момент, как например читательская конференция. читательских конференций в нашем ОМК запланировано три. Одна из читательских получила название «Будущее, которое мы хотим». Одна из читательских конференций, другая, это влияние антропогенных факторов на биосферу. Это основные законы устойчивости. Посмотрите, пожалуйста, читательская конференция, будущая, которого мы хотим. Приводится в учебнике справочная информация, она очень важна, умение поставить вопросы. Вопросы бывают простые, уточняющие, интерпляционные, творческие, практически оценочные. И вот для отработки этих навыков предлагаются тесты, тексты, итоги конференции РИО плюс 20 2012 год, где была принята декларация будущая, которое мы хотим. Второй текст это зеленая экономика. Здесь раскрывается и вводится новое понятие. Я думаю, что оно будет новым для большинства не только детей, но и учителей. Это понятие декабляк, удовлетворение растущих потребностей людей при минимизации природного капитала, что предполагает снижение энергоемкости и природоемкости, использование возобновляемых источников энергии, модернизация производства на основе прежде всего природоподобных технологий. И, конечно, третий фрагмент текста это саммит 2015 года. О нем уже говорили. Это 17 целей и 169 задач преобразования нашего мира в интересах людей и природы. И, конечно, читательская конференция предполагает выход и использование каждому учащимся дополнительных источников информации, использование дополнительных ресурсов интернета. Надо сказать, на этом слайде кратко представлено, каким образом происходит оценка вот тех ключевых образовательных компетенций, которые были на предыдущих слайдах в виде колеса образовательных компетенций. Хочу обратить внимание, посмотрите, на первом этапе, когда мы еще учимся, осваиваем технологии и методики, предложенные в данном комплекте, мы производим оценку учителя, производят и обсуждают ее с учащимися. Затем производится самостоятельная оценка учащимися с параллельной оценкой учителя. И, наконец, на третьей стадии, опять мы используем трехстадийную технологию, происходит самооценка и взаимооценка обучающихся. Интерактивная деятельность, игровая деятельность, учебно-исследовательская деятельность. Здесь приведен тоже пример одного из параграфов, для того, чтобы у вас сложилось представление о том, что очень много в нашем учебнике картографического, цифрового материала, так, например, в параграфе 18-го почвенные ресурсы охраны и использования меда, проблема опустынивания ее решения в России, вы видите, есть и разнообразные таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, фотографии, карты. То есть параграф построен, он большой по объему, но обработка разными способами предлагается, информации. И начинается урок с рубрики «Это вы знаете, где дано несколько утверждений и предполагается сделать соответственно предположение, правильно данное утверждение или нет и дальше, работая с разнообразным иллюстративным материалом, найти ответ и подтвердить правильность своего утверждения. Уважаемые коллеги, вторым компонентом учебно-металлического комплекса являются опубликованные методические рекомендации, которые в настоящее время также дорабатываются с учетом обновления содержания. И хотелось бы несколько слов о них сказать. В первую очередь методическое пособие конечно предназначено для учителей 10-11 классов и методическое пособие включает в себя три части. Первая это собственно программа предмета, второе это методические рекомендации по применению различных педагогических технологий и приемов во время проведения уроков, о чем сейчас мы начали рассказывать, и отдельные урочные разработки на каждой из параграфов учебника, они соответственно представлены и самым подробным образом в рамках всех заявленных стадий урока они описывают действия учителя, деятельность учащихся и возможные контрольные оценочные процедуры, которые могут приниматься. вот это методическое пособие будет представлено также на сайте издательства и хотелось бы конечно к нему адресовать также всех наших слушателей. Уважаемые коллеги, к сожалению время данного вебинара уже подходит к концу и у нас остался определенный материал, который мы бы также хотели еще продолжить вам рассказывать и собственно вот в ближайшее время где-то у нас есть несколько 3-5 минут для того, чтобы ответить на ваши вопросы и возможно также нам было бы интересно узнать какие перспективы темы для вебинаров вам были бы интересны. В будущем со своей стороны мы бы хотели вам рассказать о интересных таких уроках связанных с экологическим проектированием учимся проектировать есть у нас такой параграф где собственно мы бы хотели изложить основные подходы и технологии проектной экологической деятельности как они реализуются в данном курсе более подробно мы бы хотели рассказать о применяемых педагогических технологиях и о тех образовательных результатах и способах диагностики которые предполагаются в ОМК вот это пока предварительно обзор тем которые мы выносим на перспективу а сейчас значит вот мы видим что поступил вопрос если для данного ОМК поддержка в виде CD-дисков интернет-сайтов ну здесь хотелось бы сказать что есть электронная форма учебника которая размещена на сайте издательства и собственно в разделе экология либо по фамилиям авторов этого ОМК можно найти на сайте издательства и соответственно ознакомиться с электронной формой учебника так уважаемые коллеги ждем ваших вопросов нас также интересует конечно наша аудитория учителей какие предметы преподают учителя какие они в перспективе планируют преподавать предметы как экология реализуется в школе в виде самостоятельного предмета в интегрированном виде и так далее пожалуйста если в этом плане есть какие-то вызовы с замечанием вопроса мы с удовольствием также готовы на них опреагировать пока вопросов не поступают ну и анонсируя будущие наши вебинары надеюсь что в следующий раз мы сможем более подробно вам рассказать по поводу тренинга по социально-экологическому проектированию рассказать о более подробном как вывести представление о технологических приемах которые в нашем курсе используются и надеемся что на будущих вебинарах также мы сможем предоставить слово нашему третьему соавтору ОМК приснимой Татьяне Анатольевне которая как раз в рамках учебника большую поднесла части технологических технологий уважаемые коллеги на вопросах не поступило мы вас благодарим за внимание и надеемся на дальнейшую совместную работу по совершенствованию нашего курса спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание